Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я Пашкевич Анна. И мы говорим о такую тему, как компост и компостирование. Лето подходит к концу, у нас уже начало сентября на носу. По этой причине много овощных культур уже убрано с огорода, еще не меньше ждет своей очереди. Остается большое количество растительных остатков. Также идет активно процесс консервирования, много растительных отходов. И мы задаемся вопросом, куда все это растительное золото деть, куда его направить. И поэтому самое время принять решение и начать формировать компостную кучу или закладывать компост. Наверняка на канале присутствуют начинающие овощеводы. Поэтому стоит напомнить, что компост это продукт разложения растительных или животных остатков, которые происходят под действием различных организмов. Например, бактерий, грибов, червей, жуков и других. Независимо от того, из каких остатков вы готовите свой компост, он закладывается по принципу слоеного пирога. Состоит из зеленых частей и из коричневых частей. И у меня в руках компост прошлого года. Он вот такой вот хороший, сформированный, полностью готовый к употреблению. Конечно же, нашими овощными культурами. К зеленой части компоста относятся части, которые богаты азотом, которые дают высокую температуру. За счет этого идет обеззараживание от различного рода болезней, которые мы закладываем в компост с растительными остатками. Также перепревают семена сорняков. К зеленой части мы относим различные живые растительные остатки, в том числе от наших овощных культур, от плодовых, от ягодных. Это различные сорняки, зеленые листья. Также в качестве зеленой части компоста выступает, например, костная мука или кровяная мука. В качестве зеленой части компоста можно использовать и в том числе различные старые крупы или изделия из муки, которые у вас уже непригодны к употреблению. Коричневая часть компоста богата углеродом. Она перепревает более медленно. Она задает структуру компосту. К коричневой части мы относим всевозможного рода листья, сухие ветки, иголки, кору, опилки, картон и все, что можно найти у себя на огороде или дома. Зеленая и коричневая часть компоста должны закладываться в компост в соотношении 1 к 3, 1 к 5. Если будет много зеленой части, то будет происходить потеря азота. Если будет много коричневой части, то компост будет медленно нагреваться, долго перепревать. И таким образом мы получим полноценного рода продукт через достаточно продолжительное время. Компостирование происходит, как правило, в компостерах. В качестве компостеров могут служить различного рода самодельные приспособления. Очень часто изготавливают компосты путем сбивания старых поддонов. Но стоит сказать, что когда мы делаем самостоятельно компостеры, то надо предусмотреть выстилание дна компостера мелкой ячеистой сеткой. Поскольку все кроты, которые будут жить у вас на участке или по соседству, они обязательно придут на вашу компостную кучу. Если мы покупаем компостеры объемом меньше полкубического метра, то процесс компостирования будет в нем протекать значительно медленнее, нагревание будет не такое интенсивное, не будет стопроцентное обеззараживание каких-либо болезнетворных организмов, которые находятся у нас в компосте. Средний и хороший объем для любого компостера, будь то он самодельный или покупной, это 1 кубический метр. Сейчас на примере тех остатков, которые я собрала специально для этого ролика, мы с вами сделаем импровизированный компост. Для того, чтобы не было никаких застойных явлений, не было никакого закисления в компосте, необходимо взять какой-нибудь дренажный материал. В моем случае это старые ветки, сухие ветки и стебли кукурузы, которые идеально подходят для того, чтобы послужить дренажным материалом. После того, как мы выложили дренажный материал, мы приступаем к закладыванию зеленой части компоста. Еще раз напомню, что она должна быть в соотношении 1 к 3, 1 к 5 по отношению к коричневой части. В качестве зеленой части я подобрала, условно говоря, растительные остатки в виде нарезанной редиски и также старых листьев пряных растений. В моем случае это мята, базилик. Помимо этого, я предлагаю в моем ролике в качестве зеленого компонента перловую крупу. Она будет хорошо разлагаться. За счет разрушения тех связей, которые входят в молекулы этой крупы, будет идти освобождение энергии. И будет происходить нагревание. После того, как вы заложили зеленую часть, необходимо приступить к закладке коричневой части. В качестве коричневых компонентов в моем ролике выступают картон, мох. Если у вас почва на участке кислая или закисленная, то мох не самое идеальное решение в качестве компостного материала. Но если у нас почва слабощелочная, если мы часто поливаем наш участок, то мох имеет место быть. Также в качестве коричневого материала я добавляю опилки. Я нашла такие вот мелкодисперсионные опилки. Вообще надо понимать, что чем мельче ингредиенты, которые вы кладете в компост, чем они разнообразнее, тем более качественный и быстро получаемый компост у вас будет. Также в качестве коричневого компонента у меня выступает старая кора. Вы можете собрать старую кору, которую вы декорируете в вашем посадке плодовых или декоративных растений. Напоследок я еще помещу в качестве коричневого материала уголь с небольшим содержанием золы. Опять это все по состоянию почвы, которая находится у вас в огороде. Если она у вас щелочная, сильно щелочная, то тогда этот компонент можно исключить. И не забываем про сухую траву. Сухая трава, она должна закладываться слоем не больше 5 сантиметров, поскольку все, что будет больше, оно будет слеживаться и процессы компостирования будут протекать не так быстро. Традиционно этот коричневый слой мы закрываем или грунтом, или почвой, землей, которую вы найдете у себя в огороде. Для ускорения процессов компостирования я возьму уже готовый прошлогодний компост. После того, как вы заложили и зеленую, и коричневую часть, соблюдая пропорции, необходимо это все дело пролить водой. Если у вас остаются какие-либо препараты, содержащие гуминовые кислоты, в моем случае это биогумус, или препараты, содержащие полезные микроорганизмы, различные оздоровители почвы, улучшители почвы, гумификаторы, то вы их обязательно добавляете в ту воду, которую вы будете проливать в слои вашего компоста. Также, если у вас есть сухие препараты на основе полезных микроорганизмов, например, триходерма, то обязательно их включите в компост. Помимо этого, можно включить различные ферментатированные препараты. Например, у меня это Бакаш. Все это мы добавляем в компост и проливаем водой. Проливаем для смачивания. Сильно заливать не стоит. После того, как у вас зеленые и коричневые слои заложены, мы повторяем эту процедуру до тех объемов, пока не заполним наш компостер. После того, как вы заложили компостер последовательно зелеными и коричневыми слоями, необходимо все снова пролить и обязательно замульчировать. В качестве эмульчирующего материала идеально подойдут сухая листва и сухая трава. Наш компостер заложен. Для того, чтобы протекали процессы компостирования, необходимо соблюдение трех условий. Одно мы, конечно, с вами уже поместили сюда. Это полезные микроорганизмы. Второе – это хорошая температура воздуха, комфортная для их работ. И третье – это доступ кислорода. Поэтому, если у нас температура снижается или мы плавно входим в осенне-зимний период, то, пожалуйста, не поленитесь. Укройте дополнительно свой компостер для того, чтобы микроорганизмы сильно не стрессовали и продолжали работу. Компостеры необходимо располагать подальше от жилых помещений, от источников воды. И закладывание компоста необходимо осуществлять в каком-то одном временном отрезке. То есть заложили компостер, компостом доверху укрыли, и пускай процессы компостирования в нем протекают. Надеюсь, что вместе с этим видео вы заложите компост у себя на участке. А может быть, даже и не один компостер заложите, а несколько. Получите плодородный компост, которым вы будете пользоваться на протяжении следующего вегетационного периода. На этом я прощаюсь. Всего вам хорошего. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!